Привет друзья, привет мои подписчики. Срочная новость. Украинская армия обратно начала обстреливать уникальный исторический город Припять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тож сьогодні просто у місті приводі Припяті у самій зоні відчудження стріляло і вибухало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Використовували тут справжню зброю, справжні кулі, все максимально хотіло наблизити до реальних подій. І це вже викликало багато і запитання, і обурення серед громадськості. Зокрема, колишні мешканці Прип'яті у мережі коментують ці навчання, як з невагу до міста, яке, кажуть, сьогодні мало виповнитися 52 роки. Утім, нібито привітали місто ось так з вибитими шибками та з пострілями. І коментують також, що це частина зони відчуження є також заповідною зоною. І насправді там просто так гуляти не можна. Нам, зокрема, я зазначу, що сказали не заходити в жовну будівель. Утім, військові там імітували бойові дії. Також, істерять кажуть, аби влаштувати максимально бій в місті, адже на тлі потенційної російської загрози слід відпрацювати різні сценарії, за їхніми словами. І отож, Прип'яті, на їхню думку, є найбільш таким підходящим варіантом, адже це і безпечено для інших. Місто зараз там нікого немає, і отож, нібито нікому не загрожує. І сценарії, насправді, брали із 2014-2015 років, коли російська агресія лише починалася. Було також сьогодні багато на військових навчаннях і іноземних, журналістів вони. Якщо хто не знає, у 2014 році, коли почалася операція АТО на Донбасі, на Луганськ, були вже спроби проводити учення, і Українськ, був поддверджений масовими обстрілами, де проводилися учення. Були разрушених багато окон, клапан, проводилися стрельби. І тога зініці зони відчування, уникального міста, подняли шумиху на військову Україну, щоб сохранити цей місто, який хочуть в наслідь юнеско внести. И после поднятия этого вопроса все эти учения прекратились Но последствия эти были видны на невооруженных глаз И когда я был в Припяти в 2020 году, я стал свидетелем, я увидел последствия этих обстрелов Вот давайте сейчас посмотрим эти кадры, что военные сделали в 2020 году Вот ребята, еще одно обстреленное окно, как вы видите Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз стреляли Вот пули вошли вот сюда Видите? Прям видно пули сами Потом они сюда Вот вошли И вот сама пуля, смотрите То есть видно, что здесь проводили, наверное, или учения Или я не знаю почему, но очень много, в общем, обстрелянных окон То есть вы понимаете, стрелял или где-то с крыши И вот эта вот пуля, скорее всего, с автоматом Вы видите, какая она большая, да? Видно? И вот эта вот пуля, она летит Вот, ее, получается, наверное, развернуло Она вот так вот сюда залетела Вот, видите? В такой вот форме Пролетела Еще одна расстрелянная квартира Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Одиннадцать выстрелов Вот видите? Вот сюда вот пуля вошла Вот там на стенке Вот раз, два, три, четыре Четыре, то что я вижу Куда там еще она полетела Ага, она вот, вот, смотрите А тут вошла, то есть какая сила Вот тут вот вышла И где-то в ту сторону полетела Я где-то слышал Тут вообще полностью вот расстреляли Смотрите Вот И прямо на стенке вот Остались следы расстрела Информация следующего характера Вот, в будущем Разорванная пуля Следующего характера В том плане, что Когда началось АТО Нацгвардии нужно было где-то тренироваться И одно из мест Они выбрали именно Город Припять И потом какие-то там защитники Вот сказали, что Ну, для чего портить такой вот город Уникальный, с экскурсиями и все И как бы потом это все прекратили Ну, я же говорю Некоторое время Были активные обстрелы Даже сталкеры были, жили Ну, я же говорю Вот видите, как полностью все И вот теперь, ребята, обратно поступила новость Что на день рождения города Припять Украинская армия Обратно начала активно Обстреливать город Припять С бронетехники С автоматов С пистолетов Начали обратно Какие-то проводиться Учения Начали поджигать Дома Квартиры Вот вы можете Сейчас это все увидеть В видео В новостных лентах Вот В вот этих кадрах И самое обидное Понимаете, что Это уникальный город Который и так подвержен Воздействию природы Воздействию осадков Которые и так Беспощадно Рушат То, что Нам осталось Наследство Да Воспоминание Этой жуткой Аварии Которая забрала Тогда много Жизней И повлияла На судьбы Многих людей И наша миссия Вот Украины И людей Которые сейчас Раскиданы Во многих Их странах Вот Сохранить этот город Потому что Это действительно история К нам сижаются Много туристов Со всей планеты Чтобы увидеть Эти последствия И увидеть То, что осталось И наша миссия Сохранить этот город Это уникальное Наследие Этой жуткой аварии А наши военные И наше правительство К сожалению Это беспощадно Уничтожает Что, больше нет В Украине Где найти площадок Где можно Это все Проводить Тренировки Почему Почему обратно Проводится учение Почему обратно Разрушается Уникальный город Исторический Это очень Серьезная тема Очень серьезный Вопрос Поэтому Ребята Давайте максимально Эту новость Распространим И обратно Надо акцентировать На этом Внимание Понятно, что Все сейчас Массово Обговаривают Там какие-то Военные наступления Конфликты И все Как бы Это все На слуху Но это не повод Для того Чтобы обратно В город Припять Загонять военную технику Солдатов И это все Массово Проводить учения Обстреливать Есть много Заброшенных Как бы Таких городок Которые менее Ценные В историческом плане Где можно Это все Проводить Здесь полигоны Ну А Обратно Все это Превращается В какой-то Пафос Какое-то Такое Я не знаю Вызываются Масс-медиа Которые все это Активно снимают Показывают И при этом Никто не акцентирует Внимание Что разрушается Уникальный город А все акцентируют Внимание Что наши военные Молодцы Они готовятся Вот они могут Там Противостоять Там Противнику Ну Это все хорошо Ну Пожалуйста Это все нужно делать Не в Припяти Не в уникальном месте Которое очень важно Для наших людей И для истории Так что ребята Максимально распространяем Это видео Подписываемся На канал И давайте Сохраним Нашу историю Это наша история Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...